15 января отмечается Всероссийский день зимующих птиц. Птицы не только украшают нашу зимнюю природу своими яркими красками и веселым щебетанием, но и приносят большую пользу, уничтожая вредителей растений и распространяя семена. К сожалению, зима это самое трудное время для птиц, когда им не хватает еды и тепла. Зимой короткий световой день, а у птиц меньше времени на поиски пропитания. Поэтому подкормка пернатых играет важную роль именно в холодный период. Как же выживают в это время птицы наши друзья? Чем мы можем помочь в это трудное время? Давайте познакомимся с зимующими птицами. Зима является большим испытанием для многих видов птиц. Им необходимо много пищи, чтобы согреться и пережить холода. В поисках припитания кочующие птицы постоянно перемещаются с места на место. В отличие от перелетных птиц, кочующие виды преодолевают не более 100 километров. Зачастую они селятся поближе к человеку, осваивая парки и скверы. Птиц, которые остаются на зиму в родном краю, называют зимующими или оседлыми. Большую часть таких птиц составляют особи, что могут питаться зернами, сушеными ягодами или семенами. Зимующие пернаты отличаются большой стойкостью, так как период зимы дается им очень нелегко. С утра до вечера им приходится искать себе пропитание, так как сытый организм позволяет вырабатывать больше тепла, что позволяет не замерзнуть. В сильные холода птицы стараются не летать, поэтому ищут себе пропитание в кормушках или на земле. Воробей распространен повсюду. Он живет рядом с жилищем человека, в досточных труб, под скатом крыши. Нередко он занимает пустующие дупла. Воробьи являются всеядными. Основы их рациона составляют злаковые, поэтому в сельской местности они могут нанести значительный урон посевам. Зимой численность популяции резко сокращается. Холод для этих птиц является серьезным испытанием. Синицы вырастают до 17 см. Оперение яркое. На голове черного цвета шапочка, ярко-желтая брюшка с темными полосами. Щеки белые. Самцы более выразительны. Выбирают для проживания места рядом с людьми. Можно встретить в парковых зонах, садах, рощах, на редколесии. Птица по типу питания является всеядной. В ее рацион входят насекомые, семена растений и культур, ягоды и орехи. Большая синица поет песни круглый год. Голуби не улетают в теплые края, так как привязываются к месту рождения. Преодолевать значительные расстояния им несложно. Преимущественно можно встретить в городах, близко к людям. Птицы этого вида являются всеядными. Корм находят не только в специализированных кормушках, но и на помойках. Встретить их можно на свалках, приспособленных к жизни в неволе. Люди научились выводить особые породы, которые участвуют в выставках и получают различные награды. Из-за строения лап голубь не приспособлен жить на дереве. В выборе питания эта птица неприхотлива. Отличительной чертой голубей является привязанность к их месту проживания. Клёст – это северная птица. В поисках пропитания может перелетать на дальние расстояния. Клёсты адаптированы к морозам и низким температурам. Стойкость к холоду позволяет птицам высиживать яйца даже в минусовую погоду. Они хорошо утепляют свои гнезда махом и шерстью животных. Клёсты – очень энергичные птицы. Ради добычи корма они способны летать на дальние дистанции. Клёстов называют кочевниками из-за их образа жизни и любви к перелетам. Они не любят бывать на земле. Эти птицы чувствуют себя комфортно, сидя на деревьях. Интересно, что клёсты – обладатели сильных лап, благодаря которым они могут висеть вниз головой, не теряя равновесия, без следов дискомфорта или усталости. Любимым лакомством клёстов являются шишки. Благодаря клюву крестообразной формы клёсты выковыривают земена из шишек елей или шосен. Снегири – представители семейства вьюрковых. Ареал обитания – смешанные хвойные леса. Кормовая база формируется из семян хвойных деревьев, ягод рябины, почек деревьев. Также могут питаться из кормушек гречкой и пшеном. Летом увидеть птиц практически невозможно. Размеры снегиря могут доходить до 30 сантиметров. Окрас белый с яркими красными грудками и чёрной шапочкой на голове. Особенность – отлично живут в неволе. В клетках способны заводить потомство. На севере страны могут зимовать при температуре до минус 50 градусов. Размеры сверистеля могут доходить до 20 сантиметров. Характерная особенность – это наличие на голове хохолка розового цвета. Чёрные полосы имеются по периметру глаз, крыльев и хвоста. Предпочтительными для проживания являются таёжные леса. Можно встретить её и в садах, и в зарослях. Основная пища – это ягоды рябины. Также в рацион входят шиповник, бузина и семена яблонь. Сойка – крупная птица. Размеры доходят до 34 сантиметров. Перья по телу ржевато-коричневые. Крылья белые, с голубыми точками. Хохолок на голове небольших размеров. По типу питания птичка всеядная. Особенно любят семена дуба. В качестве корма могут выступать мелкие грызуны, птенцы или падаль. Сойка – осторожная птица. Увидеть её практически нельзя. Пиния – имитация звуков других пернатых, подражание карканью, даже лаю собак. Интересный факт. Птица не только собирает семена различных деревьев, но и закапывает, формирует запасы. Отличительная особенность сороки – это расцветка оперения. Контраст чёрного и белого не позволяет спутать птицу с другими видами. Самцов можно отличить по выраженному металлическому блеску хвоста. Дополнительно присутствует зелёный или фиолетовый оттенок оперения. Клюв и ноги чёрного цвета. Масса достигает 300 грамм. В городах практически не встречаются. Не сдаваться предпочитают в хвойных или смешанных лесах. Выбирают сады, заросли кустарников или лесополосы. Зимой можно встретить на свалках, около скотных дворов или на полях. Совы – крупные птицы. Достигают размеров до 70 сантиметров. Способны жить в домах людей в качестве ручных. Продолжительность жизни до 30 лет. Голова круглая, перья белые с незначительным количеством тёмных оттенков. Клюв мощный, чёрного цвета. Глаза круглые, жёлтые. Проживают в большинстве случаев на открытых пространствах в тундре. Редко в степи. Охотица предпочитает с возвышенности. По типу питания – хищник. В порционе присутствуют мелкие животные, рептилии, рыба. Размеры щегла не превышают 12 сантиметров. Особенность – это отличные способности к пению. Может проживать в условиях домашнего содержания. Окрас яркий, оперение чёрного и жёлтого цвета на крыльях. Белые щёчки, подклювья и надклювья красные. Полоса подклювом жире у самок. У щеглов расцветка перьев не повторяется. Зимуют ближе к населённым пунктам и жилым домам. Питаются различными насекомыми. Являются уничтожителями вредителей, включая личинок тли. Также в рацион питания входят семена сорных растений и остатки пищи, которая была добыта другими птицами. Второе название поползня – имщик. Встретить птиц можно в смешанных хвойных и лиственных лесах. Ареал обитания – это средняя полоса России и Сибирь. Могут гнездиться в городских парках или скверах. Зимуют в дуплах, там же выводят и потомство. Активно перебираются по стволам деревьев, цепляясь за кору крепкими когтями. Громкое пение в конце осени и зимой. Пища растительная и животная. Особенность – это создание запасов в расщелинах и дуплах, маскировка места обитания корой. Дядяло предпочитает жить в лесах. Встречается в сельской местности, зимует в дуплах, которые самостоятельно выдалбливает. В рационе питания насекомые вредители. В период холодов птицы предпочитают растительную еду, семена, плоды косточковых или орехи. Отличительная особенность окраса – это красная шапочка. Клюв мощный и длинный. Пение напоминает крик и очень хорошо летает. Зимующие птицы обладают выраженными способностями к адаптации. Осетло связано с тем, что пищу можно найти в любое время года. Устойчивые к холоду и морозам вины научились добывать корм из-под снега. Также у них имеется выраженная жировая прослойка, которая отсутствует у теплолюбивых или тропических видов. Некоторые могут в зимний период включать в меню личинок и куколок, переходить с одного типа питания на другой. Кормовая база зимой, конечно, ограничена. В нее входят семена, ягоды, плоды, оставшиеся на деревьях. Некоторые птицы способны разрядить кладовые грызунов. Шишки хвойных почти почки, веточки, опавшие яблоки, рябина, боярышник или шиповник. Все это позволяет пернатам пережить суровые времена и подготовиться к весне. Также спасают птиц личинки насекомых, остатки пищи, наличие рядом населенных пунктов заброшенных мест. Птиц нельзя кормить, можно лишь подкармливать. Это особенно касается видах из второй группы. При кормлении птицы весь дневной рацион получают только из кормушки. А при подкормке они лишь часть необходимой пищи получают от человека, вынужденные остальную часть своего рациона находить в природе. В природе рацион птиц очень разнообразен. Перемещаясь по лесу, стайки синиц проверяют трещины коры. В поисках зимующих насекомых, их личинок и куколок подбирают семена различных растений. А на кормушке поедают исключительно семечки и сало. И при постоянном наличии семечек в кормушке синицы попросту перестают искать другую пищу. Однообразный рацион, да еще и богатый жирами, приводит к заболеванию печени. Сами птицы не понимают опасности одностороннего питания и даже при наличии выбора разных кормов в кормушке предпочитают поедать только семечки, как наиболее питательный вид корма. Переизбиток жиров приводит к заболеванию печени в скорой смерти птицы. Получается, что вместо пользы мы можем нанести птицам непоправимый вред. Покорми птиц зимой, и они послужат тебе весною. Так говорит русская пословица. Вот почему с давних времен на Руси для зимующих птиц люди всегда делали кормушки. Книжечки о птицах вы можете взять в нашей библиотеке. Руси для зимы Продолжение следует...